Рубрика интересная в блогах. Дзен канал. История Икс. Мужчина нашел у полярника папку со странными фотографиями Антарктиды. Далеко не первый год люди со всей планеты гадают, с чего вдруг территория вечной мерзлоты находится под тотальным запретом. Антарктиду поместили под семь печать, и ключ от каждой из них стоит немыслимых денег. На этой почве вокруг Южного полюса возникли десятки теорий фантастичных и не очень, причем все они имеют одну отличительную черту. Их невозможно проверить. Тем не менее, не все так печально, ведь нам повезло, и среди исследователей есть те, кого не отпугивает пара лишних нулей в стоимости путевки. Так, ну это как бы такая фотография у нас, исследователи плывут вдоль Антарктиды, там, наверное, туристическая группа какая-то, то есть это все нормально пока. Недельный круиз к вечно заснеженной земле может обойтись в приличную хрущевку на краю Москвы, но знания бесценны, а правда неоценимы. Именно так считает человек, поделившийся своей историей. Он захотел сохранить анонимность, и позже вы поймете почему. Он сделал всего одно фото, и за это мог заплатить гораздо больше. Далее с его слов. Так, ну это у нас что? Это у нас просто лодку тащат. Может быть, это обычное нормальное фото. Тащат лодку они на зимовку, наверное, скорее всего. На самом деле, меня особо не интересовала вся эта конспирология, я просто мечтаю смотреть весь мир. Тем более, в наше время такая возможность есть, и я ей пользуюсь. А ведь лет 50 назад даже сама мысль о кругосветном путешествии была бы непозволительна. Антарктида была далеко не на первом месте, но по воле случая мой акционный портфель взлетел, и в одночасье я принял решение собирать чемодан. Решение-то я принял быстро, но вот отправиться в путь я смог только через несколько месяцев. Они словно нарочно тянули время со всеми этими комиссиями, обследованиями и прочими ожиданиями. То у них не было мест, то ледокол встал на ремонт. У меня сложилось впечатление, что они давали мне время передумать. И тем не менее, вместе с научно-исследовательским судном я попал на снежный континент. Пингвины, купальня, сувенирная лавка, баня, почтовое отделение и охранник. Все это, конечно, меркло на фоне бескрайних горизонтов снежной пустыни. К этим видам было сложно привыкнуть, какая-то всеобъемлющая пожирающая пустота. Сложно объяснить это чувство. Однако потом нас привели на научную станцию, где мы общались с полярниками. Мы пили, ели, слушали истории. Они рассказывали всякое про инопланетян, про военные базы, про засекреченные древние города прямо под нами. Но все это, конечно же, было байками, никто не воспринимал их всерьез. Здесь у нас пингвины. Посмотрите, пожалуйста. Корабль с пингвинами. Интересно, вот как думаете, нормальное, настоящее изображение? Внутри у меня было сильное чувство сожаления от этой поездки. Предлагаемые развлечения явно не стоили тех денег. После очередной последней попойки я бродил по станции поздним вечером. Смотрел на развешенные картины, фотобои, имитирующий пляж. Внезапно для себя я заврел в кабинет руководителя станции. По каким-то причинам дверь была не заперта. Хотя можно бы понять почему. Обычно я бы так не поступил, но чувство потраченных зря накоплений взяло надо мной вверх. Я увидел, что ящик стола замком был приоткрыт, а внутри лежал большой кожаный альбом. Ну это уже такая современная фотография. Любопытно. Открыв его, я долго не мог понять, на что смотрю. Там были снимки различных врачей и военных ученых. Были снимки неизвестных мне городов и руин. Фотографии технологий, которые даже сложно представить. Там было все то, о чем говорили полярники за столом, и даже больше. Я достал телефон и собирался запечатлеть увиденное, но услышал шаги в коридоре. Я успел сделать только один снимок, перед тем, как в кабинет зашел кто-то из военных. Мне чудом удалось успеть вернуть все на место и сделать вид, что просто гуляю. Хотел бы я вновь попытаться добраться до альбома, но на следующий день наша экспедиция, увы, подошла к концу. Всю дорогу я только и думал, а что если они что-то заподозрили? Что если я увидел то, чего не должен был? Посреди океана никто не услышит моих криков. Вот таким рассказом со мной поделились, пишет автор канала. Что думаете об этом? А вот это то самое фото. Ну, слушайте, ну, в принципе, спорное фото. У нас на канале есть ролик вот за ледяной стеной Антарктиды с похожими фотографиями. Мне уже писали там, что может это нейронка и еще что-то. Якобы вот туда пингвины проникают. И вот по следам пингвинов они нашли это. Спорно, согласитесь. Не знаю. И качество не очень, ну, не видно тут. Больше интриги. Больше интриги и подводки вот к этой к одной фотографии. Ну, не знаю, не знаю. Спорно, очень спорно. Напишите в комментариях. 50 на 50. Интересная история, конечно. Но спорно, спорно.